Всем привет! Вот я иду с экзамена, поэтому пока не забыл, расскажу, как все прошло. Ну, прошло все так себе, если честно. Я написал что-то разумное по четырем задачам, еще по трем написал что-то менее разумное. По одной вообще не успел ничего не написать, поэтому я думаю, что рассчитывать можно максимум на четыре задачи, ну а минимум сколько придется. Если честно, рассчитывал, что решу больше, четыре меня огорчило. Но с другой стороны, я думаю, что четыре решенных задачи как раз справедливо с учетом моей предыдущей подготовки. То есть прорешал я уже много, но пока недостаточно, чтобы решать сходу шесть задач. Было бы у меня восемь часов, а не четыре, наверное, решил бы больше. Но было только четыре часа, как у всех, поэтому нужно действовать в ситуации, в какой меня и всех расположили экзаменаторы. Расскажу о пяти лайфхаках, как сдавать этот экзамен. Ну, как, собственно, и другие, наверное, экзамены. Первое. Очень важно выспаться, хорошо позавтракать и так далее. Я думаю, что вы это и так прекрасно знаете, потому что иначе мозги не будут работать, а за четыре часа терять даже десять минут времени нельзя. Но это достаточно очевидно. Второе. Берите обязательно все свои учебники с собой. Прям все-все-все. Берите огромную сумку. Вот я огромную сумку взял и все используйте. Потому что вы не знаете, что вам пригодится, из какого учебника какая формула может быть полезна. И вряд ли вы все знаете формулу наизусть. Поэтому берите все с собой. Третье. Не используйте черновики. Пишите все сразу в чистовиках. Времени мало. У вас не будет возможности потом переписывать все из черновика в чистовик, чтобы было красиво и так далее. Пишите сразу нормально, сразу понятно, сразу в чистовик. Это вам сэкономит время. Четвертое. Не засиживайтесь на задачи. Если не получается решать, нужно сдаваться с этой задачей и идти дальше. Задач много. Если вы слишком много времени просидите на одной, а у меня такое было, то, вероятно, не успеете решить остальные. И это будет печально. Вам не важно решить какие-то конкретные задачи. Вам нужно решить максимальное число задач. Поэтому не засиживайтесь ни на одной задачи. И пятое. Это есть смысл делать перерывы. Да, именно выходить, например, в уборную. Мне это очень сильно помогает. Как только я выйду, я отвлекусь и начинаю лучше соображать. Сейчас было то же самое. Вышел в уборную, подумал, придумал решение задачи. Поэтому не стоит сидеть беспрерывно над одной задачей. Делайте паузу, выходите, отвлекайтесь. Это помогает. Вот так. Все, что мне пришло сейчас в голову по тому, как мне удалось или не удалось сдать экзамен. А удалось или не удалось, узнаем через две недели только. Через неделю будут результаты по количеству задач, потом апелляция, потом еще через неделю результаты, кто прошел. Так что пока придется ждать. Ну что ж, будем ждать и готовиться. Всем спасибо. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok